В районном Доме культуры прошла премьера спектакля «Снежная королева», который поставили руководители образцового хореографического ансамбля «Конфетти». Напряженная работа над этим спектаклем шла два месяца. Этот спектакль нам остался в наследство от нашей любимой драгоценной Ирины Ивановны. Она перед своим отъездом сделала нам такую прощальную заготовочку. Мы обсудили, что это будет за концепция, что из чего состоять она будет, из каких номеров. Общую конструкцию этого всего. И дальше мы уже продолжали с девочками работу самостоятельно. По подбору музыки, по пошиву костюмов, по написанию сценариев. Это полностью и абсолютно групповая такая работа проведена нами. Очень много в этом спектакле было композиции такого композитора Камиля Сен-Санса. Практически там большая половина, включая рыбки, соло-герды, разбойницы. Ну и остальные другие тоже классические авторы. Прокофьев Сергей, это его финальная музыка во дворце у Снежной Королевы. Она же у Золушки в балете используется. 39 детей задействовано в спектакле. Возраст от 10 лет до 14. Вот этот возраст, самый наш такой любимый подростковый возраст. Они приходят в 6 лет, мы берем в ансамбль конфетти. И вот они работают 3 года, 3-4 года, чтобы выйти. Первый год у нас гимнастика, потом они обязательно занимаются классическим танцем, народным танцем. Вот и к 10-11 годам вот они у нас уже такие становятся похожи на танцоров. Вот, кстати, я начала работать, и вот солистка наша, солистка Александра Зайченко, и вот она роль Герды. И Снежная Королева Юлия Пяткова, только мой первый год работы. Вот они были в первом классе. Вот я сейчас смотрю на вот эти детские фотографии, когда, ну, недавно буквально я вот увидела. И там подписаны первые шаги. И сейчас вот они уже девочки, которые солистки, они в седьмом классе. Ну, где-то это была чистая классика, где-то это была помесь с модерном, потому что мы стараемся адаптироваться и перенимать новые течения. Постепенно наших детей к этому готовим, поэтому адаптируем хореографию под них, и стараемся их выводить на новый уровень. Дети большие молодцы, они потрудились на славу. Нам действительно, они с честью и с такой стойкостью, силой духа вынесли поздние вечерние репетиции. Я же говорю практически как настоящие взрослые артисты. Родители очень терпеливо так отнеслись с пониманием и тоже с трепетом, с волнением. Они понимали, что дети очень этого ждут, готовятся к этому. Поэтому я, конечно же, хочу им пожелать еще новых интересных творческих проектов, вдохновения, терпения и новых технических высот в хореографии. В настоящее время образцовый ансамбль конфетти готовится к очередному областному конкурсу хореографических коллективов, который пройдет в первых числах апреля в Одессе. Уже традиционно наши детки занимают в этом конкурсе первые места. Конечно же, спасибо нашим дорогим родителям. Спасибо вам за терпение, за поддержку и помощь в наших любых творческих начинаниях. Спасибо вам большое. За помощь и поддержку в организации и проведении нашего спектакля мы также благодарим исполняющие обязанности директора районного дома культуры, культуры Ольгу Николаевну Джималиеву, а также всех работников районного дома культуры. Спасибо большое. Отдельные слова благодарности хочется выразить человеку, который оказал нам финансовую помощь и поддержку. Благодаря этому мы смогли пошить новые прекрасные костюмы. И благодаря этому наш спектакль стал по-настоящему сказочным и красочным. Это Игорь Викторович Плехов. Спасибо. Впечатление моря. Это шикарное выступление. Я вообще в шоке. Ну, в принципе, я всегда хожу на конфетти. Я знаю, что это будет высший пилотаж, как я называю. Я очень рад, что я как-то поучаствовал в этом. Где-то моя часть какой-то работы, какого-то, не знаю, переживания. Ну, я их поздравляю, что они молодцы. Всегда рад их видеть. Чаще ко мне приходите в кабинет. Будут лучше костюмы. Мы будем стараться сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ